всем привет всех приветствую на своем канале сегодня всем видео будет опять из места где я стажируюсь видео вот здесь собрала такую вот схему это будет в будущем вспышку конечно надо было бы выключить это в будущем будет короче такое устройство здесь есть три термометра ds18 b20 есть ну как есть будут еще пока не приехали здесь вы можете как вы можете видеть их нет пока еще здесь на данный момент стоит от мега 8 загрузчиком arduino но будет стоять от мега 328 то есть по сути то же самое что про мини или любая другая arduino на 328 мега что же должна делать это что же должен делать вот этот вот давать фокус фокус есть фокус здесь есть три термометра эта система будет использоваться в геолио системе его вроде бы то есть есть солнечника солнечный коллектор то есть есть солнечный коллектор который нагревает воду и тепло все конденсируется скажем так в специальном баке где оттуда всю ночь будет собираться каким-то ну на нужный короче там или греть воду в кране или там ну или я не знаю еще вот возможно отапливать дом хотя я не знаю зимой наверное солнечные коллекторы не очень-то работают вот и там на данный момент стоит стоит одна автоматика то есть готовые купленные и она работает примерно так ну вот как то вот так кстати здесь время от времени появляется ложные показания как вы могли видеть не знаю возможно это только здесь так а возможно и в реале будет ну ладно суть не в этом есть на данный момент есть два термометра ds18b20 один стоит как бы на входе от солнечного коллектора то есть так званый горячий где температура самая самая большая и есть один который холодный то есть стоит прямо на выходе от ну как бы уже вот то есть тем как которая забрала тепло вот давайте представим что это будет горячий 85 а тот что второй будет у нас примерно ну пусть 67 в чем суть что-то я долго слишком рассказываю но изменять зато это видео будет без рекламы не буду я вставлять сюда рекламу вот короче смысл в чем есть вот холодный термометр показания холодного термометра и показания горячего термометра и когда разница между холодным и горячим достигает какого-то там порога ну вот у меня сейчас просто считает то есть разница между горячим и холодным 18 с половиной градусов если не верите можете посчитать все это конечно же работает на базе arduino куда же без arduino ну исходники я пока не дам здесь все кривое пока что работает через одно место он занимает 9 килобайт пусть 10 блин кофе выпил и руки дрожат скорее всего картинка будет нестабильная но извинять вот в чем суть есть циркуляционный насос то есть который включается когда вот этого температура достигает какого-то там значения который должен задавать пользователя также то автоматика что на данном месте стоит стоит может включать по горячей температуре тоже циркуляционный насос задается температура при достижении которой включается циркуляционный насос насколько я понял ну и вроде бы вроде бы не уверен насчет этого что и здесь что-то задается также там еще есть всякие свистелки и пределки в виде таймеров то есть там через какое-то время включать через какой-то ну просто как бы задается так папа таймера включения циркуляционного насоса вот ну и собственно я не знаю еще дойдет ли да хотя бы что-то большего чем сейчас то что мы имеем кстати здесь dht11 стоит я просто так взял мега 8 и вот выводится показания то есть влажность температура воздуха и собственно сколько проработала вот эта вот схема ну это чисто так пока что для отладки в общем ничего пока никакого отношения пока что не имеет вот этому ну и вот здесь есть три подсрочных резистора которыми 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 я хотел бы эмулировать и ds18b20 но увы так склалось что мой lcd дисплей 16 на 2 сдох я его когда-то спалил и не знал что я воспалил и он лежал лежал и дождался что я узнал что он сгорел по моему это дальше тогда что-то на теньке делал либо вольтметр и что-то перепутал вот и сейчас использую дисплей который кстати же достал тут на месте работы здесь собирает платы но всякие там с электроникой которая уже никуда не годится их все собирает а потом увозят на как говорит как мне говорили на утилизацию то есть платят какую-то денежку за вот эти вот платы ну и я конечно же не удержался перебрал все кстати кто следит за моим пабликом наука тот видел фотки этих ящиков их там было то ли 6 то ли 8 ящиков с платами забытых и ящики такие как бы от телевизоров здоровых телевизоров то есть вот этих еще старых с электронной лучевой трубкой и там было несколько вот таких вот дисплеев кстати они поддерживают русские символы тоже кто следит за моим пабликом навыка тут уже видел эти дисплеи где я выводил мистер поделкин цу на них если хотите можно могу запилить ну правда не знаю когда видео урок как выводить русские символы на дисплеи которые поддерживают русские символы потому что не каждый дисплей поддерживает то есть не имеют их в памяти имеет к там какую-то там китайскую китайские буквы и русских там конечно же нет вот должен был термометры уже в дороге или завтра или послезавтра должны приехать вот здесь будет блок кнопок пока что просто кнопки кнопки будут работать сами можете видеть то есть здесь простейший делитель напряжения при нажатии на одну кнопку напряжение на выходе менять даже если хотите сейчас покажу вот напряжение 5 вольт вот например нажимаю на самую нижнюю 4 вольта 3 и 75 прелесть моя прелесть прелесть вот такой вот схема в том что здесь используется всего лишь один выход но аналоговый вот он эдисе 0 на ардуино это а 0 просто вот здесь вот есть реле ну я взял два один на запас то есть реле это по сути циркуляционный насос и вот на данный момент это светодиод загорается когда напряжение напряжение когда температура выше больше когда напряжение больше 80 на горячем сейчас вот восемьдесят четыре пять вот не горит то есть когда на горячем термометра у нас больше 80 85 тогда загорается вот восемьдесят пять загорел надо же еще и батарея села хорошо что здесь есть провод микро юсб то есть можно поставить свой девайс на зарядку вот коллеги предусмотрели такой ситуации ладно о чем же это я блин пока вырубился телефон уже вылетел вылетела с головы о чем же я говорил ну в общем вот нужно сделать чтобы можно было тоже аналогично тома девайсу что сейчас там стоит он мог программировать работу циркуляционного насоса ну еще возможно какого-то там девайса то есть релюшки работали работу релюшки стоп а еще вам про третий термометр не рассказал третий термометр будет стоять в доме то есть будет измерять температуру дома и когда температура дома ну я вот этот момент не очень-то понял ну короче суть в том чтобы насколько я понял еще нужно будет включать или вентиляцию в доме или еще что-нибудь в этом роде ну в общем как вы видите проект если он дойдет до реального устройства которое будет реально работать там где оно должно работать то в принципе получится что-нибудь да интересные или я ошибаюсь если ошибаюсь можете написать в комментариях хотя сомневаюсь стоит что это не интересный проект ну я не скажу что пока что исходники дам возможно будущем когда что-нибудь получится ну пока что у меня коммерческих каких-то планов нет на данный момент все вообще пока что вот здесь только в протеусе протеус кстати 8 хотя не установил 7 потому что здесь антивирус почему-то ругался ну вот как бы вот такие вот планы если же вам это это видео понравилось тогда ставьте лайк подписывайтесь на мой канал вступайте в группу вконтакте там будет скорее всего будут фотки больше фоток и возможно даже больше подробностей а возможно нет не знаю ну просто на youtube тоже не не всегда получается что-то снять что-то выгрузить вот как было такое видео всем пока ну и да это конечно же не то чем я занимаюсь на работе просто это как бы в свободное время можно переключиться вот сюда что-нибудь собрать походить поиграться скажем так ах ну да ну забыл спросить что думаете насчет этого всего что я вам сегодня что я вам сейчас рассказал поделитесь своими мыслим и в комментариях под этим видео я всегда за всегда рад ну и к тому же комментарии помогают моему каналу развиваться в целом так что не проходите мимо если понравилось тогда или лайк или комментарий а еще лучше лайки комментарий вот такие у нас девайсы принесли на ремонт вот этого уже сделали здесь не было в этом той кнопки вот здесь и вот это вот ручка барахлила кстати там вообще такая уникальная система этой ручки этой ручки не должно было бы быть здесь в принципе эта ручка есть в младшем то есть в младшей модели там вручную все настраивается резонанс эта штука для нагревания токами высокой частоты вроде бы два электро не знаю как бы что это за штуки короче располагается один с одной стороны другой другой и между ними пациент и в это пространство это пространство которое между вот этими вот штуками нагревается то есть как бы там можно нагревать что-нибудь в организме например при воспалении не при туберкулезе как мне сказали то есть легкие там вроде как обогревает может быть я не совсем правильно понял вот там стоит двигатель как живой называется забыл как он называется ну короче двигатель с редуктором на 220 вольт и в общем этот двигатель как бы сам нас настраивает резонанс в младшей модели это делал делала медсестра или кто-то короче крутили вот эту вот ручку а здесь переделана так что вот вывели для ручки и теперь крутишь вручную видимо вышла из строя схема управления двигателем вот документация к нему здесь есть схема все кстати здесь довольно таки интересная схема техника почему интересно потому что здесь стоит две лампы где большущих лампу 72 вот они как здесь писалось здесь стоит вроде бы одну так на и ну в общем вот они две лампы ничего не скажу уже забыл а опять перечитывать фокус вот такая вот байда здоровая как яблоко даже больше ну такое среднее яблоко две вот таких вот лампочки точнее лампы теплый ламповый обогреватель ну вот как бы все теперь точно всем пока вот ну 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 Продолжение следует...